первый стежок вот я заправила нитку в иголку с обратной стороны образовался образовалась петелька сейчас мы будем закреплять нашу ниточку петелькой мы начинаем выполнять первый стежок особенность парковки когда мы вышиваем по методу парковки мы вышиваем с верхней с верхней правой точки в нижнюю левую то есть обычно по инструкции мы вышиваем с левой нижней точки в правую верхнюю а здесь идет наоборот принцип показываю вам что здесь вышиваем заодно вот я начинаю с этого значка желтенького крестика пропускаю соответственно для другого значка пространство и буду вышивать вот ряд из 10 или 11 крестиков не буду далеко уходить а буду вышивать примерно классической парковкой с рваным краем чтобы не было границы я затягиваю крестики поэтому получается потом видна граница поэтому нужно всегда делать рваный край вот примерно по эту линию где у нас я где-то завершу вышивать пол крестики нижнего ряда этого значка я надеюсь все понятно объясняю так сложно всегда объяснять простые вещи я буду стараться надеюсь вам видно и мы с вами выше вышли первый ряд пол крестиков показываю как это выглядит на схеме вот сюда я вышел этот ряд дальше мы берем следующий значок идя с права налево это вот такой вот красненький кружочек на красном фоне давайте его найдем это у нас восьмерка видите мы еще номер восемь и я подцепляю ниточку легко вытаскиваю дальше берем иголочку соответственно нитка вдеватель здесь вам видно всегда так сложно настроиться под камеру чтобы камера записывала вам было все видно очень сложно и что мы теперь делаем мы закрепляемся делаю все медленно стараюсь чтобы руками не закрывать именно процесс вышивки поэтому получается очень медленно самом деле конечно процесс идет намного быстрее вот мы закрепились дальше смотрим что у нас следующий значок вот такой вот как буковка н английская на белом фоне находим где она у нас на белого на точнее на желтеньком у нас фоне камера вот он это значок 4 4 4 вытаскиваем а 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 вы заметили что я вышла только все полукрестики я еще ничего не закрывала вот моя схема я вышла вот этот рядок полукрестика теперь я в обратном порядке буду закрывать весь этот ряд и парковать и мои значки следующий ряд но серый ряд а и а а а классическая классическая парковка которая позволяет делать очень ровные крестики а ровность крестиков у нас зависит от параллельности ниточек как мы их параллельно укладываем и от пересечения крестика с крестиком вот когда на пересечении вот эти их стежочки передавливаются заламываются тогда создается образный у нас образное восприятие что крестики не ровные и как бы поверхность не вышивки не такая гладкая соответственно появляется какой-то диссонанс наверное да что то мы видим что не очень что-то как-то аккуратно выполнено когда закрываем последовательно крестики пол крестики они становятся более аккуратными так я до вышивала первый ряд и паркую в правый верхний уголочек вот сюда до паркую мою иголочку игла я втыкаю прямо в основании аиды потому что это проще так следующее у нас смотрелась на схему так я съемка вышла я буковку вот эту нку теперь мне нужно припарковать находится она у меня вверху видите то где вот дальше закрываем оранжевый кружочек закрыли куда будем парковать вот сюда вот мы с вами вышли первый рядок его можно зачеркнуть но я пока не зачеркиваю я буду зачеркивать уже какими-то блоками вот теперь смотрим следующий ряд следующий ряд у нас начинается как раз вот с этого одного кружочка ну вот мы его можем сразу вышить таким образом и опять же припаркуем вот так следующий у нас значок идут у нас сколько 6 вот этих желтых крестиков вышиваем 6 полукрестиков если вы вышиваете мулине то помогаете стежка укладчиком выравнивать ваши ниточки они были параллельно но шерстяные обычно они ложатся и сами параллельно иногда ниточка перекручивается нужно помогать так в основном все само собой хорошо получается там шерстью вышивать намного легче сколько 56 так как дальше идет у нас новый значок то в принципе здесь я немножко схитрю и сразу начну закрывать крестики получается очень ровненькие когда отошьется какой-то блок видно что вот вы заметите ровность крестиков насколько играет значение при зрительном восприятии наверное в каком-то видео отчете по данному процессу найду другие мои вышивки которые я вышивала крестиком и я вам покажу там наглядно все мои ошибки и успехи так я закрыла вот эти шесть значков паркую вот сюда наверх припарковались и сама закрыть вот самый первый значок почему так потому что играет большое значение вот именно последовательность потому что вот видите вот этот стежочек он аккуратненько закрылся если бы я его вышила первым то закрыла вышла бы первым этот крестик а дальше вышла на все остальные то вот этот крестик он потом бы прижался рядом стоящими не было бы вот такой ровной последовательности пол крестиков замуж не очень понятно объясняю я стараюсь так и куда паркуемся 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 через 2 поехали два через два три я себе так проговариваю как мне нужно вышивать что схема я сейчас отколола от основы чтобы мне нужно было вам показывать как вышивку через два три я здесь немножко нарушила все правила я забыла вышить последующие значки здесь это у нас кружочек на голубом фоне ищем кружочек на голубом фоне видно это пятерка 1 делайте как я забывайте я надеюсь вам видно очень это надеюсь я надеюсь вам видно очень это надеюсь камеру выставила мы иногда когда вышиваешь рассказываешь теряешь немножко контроль над камерой что у нас записывает и где руки так так все все припарковались готово теперь вышиваем в следующем ряду мои оранжевые полукрестики пока схемка-то простая здесь можно было запросто вышивать по цветам но опять же на опыте скажу что шерсть лучше вышивать парковкой вы когда пробуете обязательно увидите разницу теперь закрываем я здесь выше еще один полукрейсик у меня есть по схеме для того чтобы был рваный край чтобы не было границы на границе сразу будет видно я затягиваю немножечко крестики я очень надеюсь что это видео вам будет полезным для опытных вышивальщиц тут ничего нового для начинающих девочек которые часто часто меня просят показать процесс более подробно я надеюсь что для вас это будет действительно полезной информацией так через три паркуемся закрываем следующее видите ничего нет сложного просто последовательно идти и все красота красота так куда паркуемся так смотрите что у меня тут так что у нас по схеме мы с вами вышли вот эти три линии три полосочки мы находимся вот здесь мы будем теперь вышивать последовательно да вот эти все значочки и так поехали поехали я повторюсь что на самом деле вышивка идет намного быстрее чем сейчас вы можете видеть как это сложно самом деле все проходит быстро проще потому что стараюсь все таки на камеру работать так смотрим на камеру мне кажется закрываю руками так 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 все ряд отшит полу крестиков теперь закрываем в обратной последовательности от последней припаркованной иглы до первой вот так и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok